Дорогие зрители, здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Яна Скворцова. Сегодня я предлагаю вам прогуляться вместе со мной. У нас выпал снег. Вот таким образом выглядит снег в Италии в день снегопада. И вот таким образом выглядит снег через пару дней. К радости моих детей, к радости всех итальянских детей, снега выпало достаточно, чтобы дети не забывали о том, что же такое снег и что такое снегопад. Сегодня я вышла в наш город, в город, в котором я живу. Это маленький туристический город Абанатерме. И меня привлекли снова итальянские витрины. Сначала я хотела вам показать исключительно шапки с помпонами, которые часто критикуются. И по поводу шапок с помпонами задается мне много вопросов. И часто они звучат, носят ли такие шапки. Абсолютно точно их носят. И абсолютно точно нам предлагают такие шапки приобрести. Их огромное количество. И, наверное, новшество этого сезона. Хотя, возможно, такие шапки появились и в прошлом году. Я просто не обращала внимания шапки с двойным помпоном. И я вижу такие шапки на итальянках достаточно часто, когда снимаю свой стрит-стайл в центре Падуи. Хочу обратить ваше внимание вот на эту витрину. И подобные витрины тоже встречаются мне часто. Это так называемый комплект из шапки и шарфа в данном случае. Но вот буквально недавно в Падуи я видела шапку-шарф и варежки. Все сделано в одном цвете, в одной стилистике. Такие комплекты тоже встречаются. Я часто их вижу как на витринах, так и на итальянках, на итальянках-модницах. Но эти витрины привлекли меня совершенно другим. На самом деле очень сложно показать вам полностью комплекты, потому что сегодня воскресенье и все магазины закрыты. Но конкретно эти витрины меня привлекли по одной простой причине. Они являются наглядным примером того, как сочетая не более трех цветов, при этом совершенно разных цветов, не нужно знать правила цветового круга, не нужно вообще предполагать и думать, какие цвета сочетаются друг с другом, либо не сочетаются. Это могут быть разные по насыщенности цвета, это могут быть неоновые цвета и пастельные цвета. На самом деле любые цвета, которые вы только можете себе представить, которые вы только найдете в своем собственном гардеробе, вы можете миксовать смело, если вы будете использовать в одном ансамбле не более трех цветов. То есть вещей может быть больше. Комплектов, точнее составляющих вашего ансамбля, может быть гораздо больше. Это могут быть пять вещей, но все они должны быть в одном цвете. И это всегда будет беспроигрышный вариант сочетания. Такой способ также позволит вам безошибочно сочетать фактуры. Самые-самые разные фактуры. Это может быть шерсть, гладкий трикотаж, это может быть хлопок, все что угодно. Блестящие ткани, ткани с напылением. Любые фактуры, которые вы только можете себе представить, если вы будете использовать в одном ансамбле не более трех цветов, вы никогда не ошибетесь. Более того, придерживаясь правила трех цветов, вы действительно можете миксовать самые-самые разные фактуры. Дорогие зрители, посмотрите, какое красивое сочетание. Темный серый, почти графитовый, белый и светлый серый. Вещей в ансамбле больше, чем три. Цвета всего три. Посмотрите, как красиво. И любой цвет мы могли бы заменить на тот, который бы нам захотелось сегодня носить. Обратите внимание, как по такому же принципу можно сочетать принтованную одежду. Потому что, если тот цвет, который используется хотя бы однажды в принтованных тканях, повторяется в другом слое нашей одежды, такая одежда не выглядит хаотично, она не выглядит пестро. Все очень уравновешенно и очень-очень красиво. Правило трех цветов, помимо всего прочего, позволяет нам использовать любую обувь. Любую обувь по цвету, любую обувь по фактуре. Наш образ никогда не будет перегруженным. И также любые аксессуары. Речь идет о сумках, ремнях, речь идет о платках шейных, а также о шарфах. В этом видео я покажу вам обувь в нашем местечковом, как я говорю, магазине. Это вся обувь местного производства. Посмотрите, какое большое разнообразие. Я специально сделала подборку из так называемой сложной обуви. Обуви с фактурой, обуви, у которой сложный силуэт. И вся она подходит к нашему любому образу, если мы компонуем наш ансамбль, нашу одежду, сочетаем по правилу не больше трех цветов в одном ансамбле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Однажды в комментариях я встретила вот такой интересный вопрос. Одна зрительница спросила, Яна, я купила себе желтые ботинки. Возможно, ботинки примерно вот такого цвета. Повторюсь, если вы будете сочетать одежду, использовать не более трех цветов в одной компоновке, то любые ботинки, любого цвета обувь вам подойдет. Единственная, моя рекомендация все-таки состоит в том, чтобы не использовать тот цвет, который мы имеем в обуви, в основном ансамбле. Потому что если цвет полностью не совпадает, то, скорее всего, такое не происходит и чаще всего не происходит, получится, что мы пытались-пытались закомпоновать и не совпали, у нас не получилось. Поэтому если мы имеем красный цвет, то желательно, чтобы в основном ансамбле красный цвет обуви, конечно, об этом идет речь, то желательно, чтобы в основном ансамбле красный цвет не встречался. Хочу обратить ваше внимание на обувь, на остроносые балетки, а также на бархатные лоферы. Мне кажется, эта обувь достаточно необычная, и она, на мой взгляд, всегда хорошо сочетается с любыми ансамблями, как с брюками, так и с юбками. Здесь мы снова видим правило трех цветов, как бы странно это ни казалось. Мы видим желтый, который повторяется также в принте, мы видим часть клетки, она желтая, и здесь третий цвет, это серый цвет, и также белый, и также черный. Кстати, очень интересное мое наблюдение заключается в том, что если мы используем три цвета, то бежевый, черный, белый, а также серый мы можем использовать четвертым цветом. Он будет у нас считаться базовым, основным, даже не знаю, как правильно это назвать, но он не будет утяжелять весь ансамбль. Это витрина Марина Ринальди. Меня часто просто показать витрину Марина Ринальди. Если я покажу вам витрину Марина Ринальди в Падуе, а я несколько раз ее показывала, она ничем не отличается от витрины Макс Мара. Вот это, пожалуйста, тоже Марина Ринальди. Обратите внимание, что женщинам плюс-сайз предлагается носить все то же самое, что женщинам не плюс-сайз. Те же самые цветовые сочетания всегда выигрышны в данном случае. Белый и черный, кожаная юбка, кожаные, зауженные книзу брюки, возможно, даже это леггинсы. Здесь тоже мы видим интересное сочетание трех цветов. Как бы странно это не казалось, мы видим принт, но цвет, который используется в принте, повторяется в цвете пальто, бежевый. В данном случае в цвете свитера мы тоже видим бежевый, который имеется на куртке, также черный. Повторюсь, если присматриваться к витринам, вы увидите, что очень многие витринисты используют как раз таки правило сочетания не более трех цветов. Оно всегда выигрышно, и оно всегда очень и очень хорошо смотрится. Продолжение следует... Ну и последняя на сегодня витрина, она очень интересная. Она интересна снова присутствием обуви с анималистичным принтом. В данном случае это леопард. Если вам нравится такой принт, но вы так же, как и я, не имеете смелости носить его у лица, допустим, его вам кажется слишком много, используйте его в обуви. Обувь с леопардовым принтом в особенности смотрится очень хорошо за счет вот этого коричневого карамельного цвета. Опять же, посмотрите, какой сложный образ, но здесь ничто иное, как правило, трех цветов. Мы видим бадфорты мои любимые. Итальянки любят бадфорты, носят их с удовольствием. Если вам нравится бадфорт, имейте в виду, что это очень удобная, очень теплая обувь. Этот образ мне очень нравится. Он закомпонован в очень красивых цветах. Это бежевый, молочный, белый. Снова мы видим многофактурную обувь, по-другому не скажешь. Присутствует и принт, и фактура, и необычная форма обуви. Итальянки такую обувь очень-очень любят. На мой взгляд, конкретно эта обувь смотрелась бы хорошо в Total Black компоновках, но на самом деле, если мы будем использовать не более трех цветов, такая обувь тоже подойдет. Снова сложный принт, снова сложный образ. Здесь два принта, горох на желтом фоне. Также клетку мы видим. Мы видим очень фактурное пальто. Это то, о чем я говорила. Если мы используем не больше трех цветов, мы можем сочетать несколько принтов и несколько фактур. Образ получится очень-очень красивым, очень-очень богатым, но богатым в плане фактур, не в плане того, сколько денег мы на этот образ потратили. Пожалуйста, бадфорты поближе, а также змеиного принта обувь. Это цены данного магазина. Как вы видите, здесь недорогая одежда. Ну и напоследок, вот я нашла, это правда, витрина из Падуи, где можно видеть сочетание не просто шапки, шарфа, варежек, но также свитера. Более того, этот свитер с так называемым смешным рисунком. Тоже я слышала много раз на русскоязычном ютубе, что такие свитера крайне непопулярные, их не советуют носить, но мне кажется, с черными кожаными леггинсами, такие бы свитера смотрелись очень-очень хорошо, конкретно этот свитер совершенно точно. Ну что ж, вот такой обзор витрин, вот такая прогулка на сегодня. Я же с вами прощаюсь, желаю вам предновогоднего настроения, быть модными и стильными, прежде всего, когда есть настроение быть модными и стильными. Увидимся очень скоро, всем пока-пока!